Разноцветные нити и тысяча движений крючком в руках мастерицы Елены Волковой, инженера по качеству цеха 21, превращаются в удивительных и неповторимых сказочных героев. Пальчиковый театр из пяти вязаных куколок – один из самых желанных игрушек у ребят. Можно не просто играть героями, и ребенок будет себя чувствовать сказочным персонажем. Это развитие идет мелкой моторики. Также можно изучать счет по порядку. Своих кукольных персонажей Елена вывязывает целиком, а иногда вяжет по частям и потом сшивает. Японская техника амигуруми позволяет делать то и другое. Созданием рукотворных игрушек девушка увлеклась два года назад, когда вышла в декретный отпуск. Рождение дочери вдохновило Елену Волкову творить, а просторы интернета помогли реализовать многие идеи. Акрил, плюш и синтепон – это все, что нужно для любимого хобби. Плюш – микрополиэстер. Тоже они для игрушек хорошо подходят. Но они более ворсистые, более мягкие. Ребятишкам до трех я советую покупать игрушки из акрила и без пластиковых глазок, носиков. Потому что хоть он не на безопасном креплении, но есть возможность, что все-таки со временем ребенок его грызет. Поэтому только вышито, связано. То есть оно лучше. С десяток амигуруми, созданных руками мастерицы, уже обрели свой новый дом. Среди молодых мам огромным спросом пользуется игрушка-комфортер. Для малышей игрушки совершенно безопасны и даже полезны. Это с ноля, когда идет, ребенок не сразу прям влюбится в эту игрушку. Он сначала будет трогать ее, может забрасывать где-то. А потом наступает момент, что комфортер – это ритуал сна, подготовки ко сну. А потом уже комфортер становится компаньоном уже в старшем возрасте. Делюсь теплом своей души. Именно такой логотип придумала Елена Волкова к своим работам. На нем содержится вся необходимая информация, рекомендации по уходу и состав изделия. Молодая мама с радостью делится теплом своей души с каждым ребенком. Недоношенные детки, когда они лежат в этих камерах, отдельно от мамы, бывают очень беспокойно себя ведут. Снимают с себя вот эти проводочки, которые к ним подключат. Неудобно. И есть такие комфортеры, они в виде осьминожек. И такие длинные-длинные прямо их делают. То есть когда такой осьминожек положат маленькому ребенку, он тоже ворочаясь, начинает вот эти вот лапки чувствовать. И он думает, что это пуповина. И он думает, что он в отроби. То есть у детей такое мышление как бы вырабатывается. В 2017 году была такая акция по России. То есть был призыв ко всем рукодельницам. И вязали, и отдавали в больницу. Я бы хотела в таком проекте поучаствовать. Счастье, что сказок в нашем фольклоре множество. Новые вязаные герои будут увлекать родителей и деток в свои удивительные миры. Возьмите. Продолжение следует...